И снова здравствуйте, с вами Андрей Санар, и это продолжение ролика про выбор тайм-триаловской лодки для рыболовных целей. Поехали! Переходим к следующей категории. Она немногочисленная, но очень интересная. Это традиционные лодки под парные весла. Поскольку есть сотни разных производителей, которые делают сотни разных подобных лодок, нам не сильно хотелось конкурировать с ними в этом. Однако, мы, хорошо подумав, сделали несколько моделек, которые по-своему уникальны, и которые не то что могут конкурировать с большинством вот этой, с большой массой производимых лодок, они во многом значительно лучше их. И первой такой лодкой была лодка Л-3ТТ, которая имеет очень давнюю историю. С тех времен, когда не было тайм-триала, когда даже не было Российской Федерации, а когда был Советский Союз, и тогда производилась самая лучшая надувная лодка Л-3М. Я не просто говорю, что это самая лучшая лодка, она действительно была на тот момент самой лучшей надувной грибнушкой. Потому что в ней было продумано всё, что касается именно гидродинамики. Расшифровывалась она как лодка экспедиционная трёхместная или трёхметровая, потому что она была и трёхместной, и трёхметровой. Она была профессиональным инструментом для профессионалов. Например, для геологов, исследователей, обслуживающего персонала каких-то морских станций. И именно поэтому к лодке Л-3М были самые высокие требования. Лодка по ходовым характеристикам была лучше, чем все производимые тогда туристы, тузики, ези, уфимки. И все эти вот многочисленные резиновые изделия. И мы решили воссоздать эту лодку из современных материалов. Для этого купили Л-3М, разобрали её, сделали лекало, и после этого сделали свою версию. Назвав её Л-3ТТ, она делается из ткани ТПУ, она делается с ПВХ-шным толстым донышком. Она по-современному обвязана, на ней стоят современные клапаны, и на ней сейчас стоят современные надувные сидения. Получилась лёгкая, очень ходкая, надёжная мореходная лодка. Когда мы её испытывали, я удивился, с какой скоростью она идёт. Она идёт с вполне приличной байдарочной скоростью. То есть даже быстрее традиционного фишкаяка. Если её обвесить спиннингодержателями, это просто прекрасный вариант рыболовной лодки. А совсем недавно было принято решение сделать маленькую лодку, но с формой корпуса, практически как на Л-3ТТ. Мы немножко уменьшили диаметр баллона, сократили длину лодки, облегчили обвес, и получилась лодка, которую мы назвали Лего. Почему она Лего? Потому что она, во-первых, Ле, от того вот самого Ле. А во-вторых, это лодка эгоиста, Эл Эго. Вот такое у неё забавное название. Она вышла совсем недавно, я её испытал. Ходовые характеристики для такой маленькой лодочки просто прекрасны. По весу она меньше даже, чем Биг Фиш Пак, так что её можно вполне отнести к категории покрафтов. И, в принципе, я её считаю рыболовным покрафтом под греблю парными вёслами. Она ещё вот только-только вышла, поэтому она не распространена, и каких-то обзоров вы на неё не найдёте. Но, честно скажу, она классная, поэтому если вы выбираете маленькую, сверхлёгкую лодку для того, чтобы грести обычными парными вёслами, обратите внимание на лодку Лего. Ещё одна лодочка под традиционные вёсла, это Карп Фишер. Маленькая лодка с трансом, с чрезвычайно широким кокпитом, небольшим диаметром баллонов. Эта лодка сделана для тех, кто профессионально ловит карпа. Как карпятники ловят рыбу. Их снасти стоят на берегу. Дальше берут ведрище такой прикормки, берут оснастки, которые свисают с их вот этих могучих снастей. Кладут всё в эту лодочку и на электромоторчике, и на вёслах плывут за 150-200 метров там, где тусуются карпы. Там они высыпают это в ведро прикормки, там они вот так вот вручную раскидывают эти самые оснастки, и на этой лодочке идут на берег, ждут поклёвки. После того, как там вот этот вот паровоз клюнет, они там полчаса его выкачивают-выкачивают, после чего опять садятся в лодочку и опять продолжают такой же самый процесс. То есть ловля получается не лодочная, а фактически береговая, а лодка является именно средством доставки прикормки и снастей именно к точке лова. Поэтому я думаю, что для широкого круга эта лодка не слишком хорошо подходит, но если вы любитель ловить карпов вот таких вот серьёзных, и как раз вот такой вид ловли вам интересен, то вот такая лодочка для вас. И теперь немного о специализированных рыболовных плавсредствах, так называемых платформах. Первым представителем такой платформы это был фишмаран. Это катамаран, у которого поплавки сделаны из аэрдека, а сверху установлена фанерная палуба, на которую прикручено такое пластиковое мощное сидение с вращением на 360 градусов. Конечно, это плавсредство не для такого широкого круга рыбаков, но тем не менее свои ценители у него есть. Смотрите обзоры, вполне возможно вам это дело тоже понравится. Ну и самые, на мой взгляд, интересные плавсредства, которые можно отнести к рыболовным платформам, это, конечно, рыболовные сап-доски. Это фактически грибные лодки без кокпита под парную греблю. Это очень большие сапы. У этих сапов установлены специальные бортики, на этих бортиках стоят уключены спиннингодержатели. Гребля производится именно как на обычной лодке парными веслами. Какие преимущества у таких платформ? Скорость просто великолепная. Любую грибную лодку... Да что там лодку? Половину байдарок. Эта самая конструкция оставит далеко позади, если хорошо на ней грести. На ней великолепно ловить стоя. Это просто вот плоская поверхность, которая не шатается. Спокойно размещаются два ловящих стоя спиннингом рыбака. Также есть возможность установить какое-нибудь обычное сухопутное кресло, прямо вот поставив его на палубу. Сидишь, комфортно ловишь. Просто прекрасно. А если какая-то большая волна сверху захлестет, ну и что? Она просто перекатится по этой палубе и слетит с нее. Нигде вода не останется. Если размещать рыболовные вещи в ящиках, а на ногах непромокаемая обувь, то ничего и не намокнет. Так что фактически этот кокпит для такого плавсредства и не нужен. И первым таким плавсредством был Суперфиш. Точнее он пишется Саперфиш, потому что это рыболовный Сап. Мы его разрабатывали для парной ловли с гидом. Когда гид сидит на обычном установленном кресле, а вывозимый клиент сидит на удобнейшем сухопутном кресле в кормовой части. Имеет возможность забрасывать на 360 градусов. Он как хочет, так это кресло поставит. Все ему хорошо и удобно. Именно такой вариант грибного плавсредства для ловли в тех местах, где невозможно применение моторов. Получилась великолепная платформа. Мы ее обкатали на рыболовных соревнованиях с Вячеславом Голубевым. Полный восторг. А примерно через год была выпущена новая модификация под названием Истребитель. Это более декоративная версия, а не рыболовная. Однако скоростные характеристики ее такие, что она обгоняет даже некоторые лодки, идущие под маломощным лодочным мотором. Крейсерская скорость, вот просто вот ненапряжной гребли, 7 километров в час. Те, кто знают, что такое 7 километров в час для гребной лодки, это очень-очень многое. И на базе нее мы можем собирать и рыболовные версии. Там всякая вот такая красивая самолетная декорация не ставится, зато ставятся спиннингодержатели, ставятся какие-то держатели для вещей, и получается отличный рыболовный вариант. Ну и еще один классический вариант платформы, это рыболовная платформа Плот. Просто квадрат из эрдека, сиденья может быть или одно, или даже три. Это такая штука, которая под электромоторчиком, плавненько, неспешненько, выходит на определенную точку и обеспечивает комфорт ловли нескольким рыбакам. Такую вещь часто используют на каких-то базах. У нее колоссальная грузоподъемность, у нее колоссальная устойчивость. В принципе, это вообще не лодка, это именно плод для такой вот комфортной ловли не с берега. То есть загрузились туда, отошли и ловим. Переходим к моторным рыболовным лодкам. На самом деле разбивать моторные лодки на рыболовные и не рыболовные все-таки как-то не стоит, поэтому потом я сделаю отдельный ролик про именно моторные лодки. А сейчас именно скажу про некоторые модели, которые хорошо подходят именно для рыбалки. Первой специализированной моторной лодкой для рыбалки это была лодка-фишка. Сверхоблегченная маленькая-маленькая лодка. Кокпит у нее узенький был, прямо как у каяка, но тем не менее она была с трансом, что дало возможность устанавливать моторчики и даже в каких-то условиях двигаться в глиссирующем режиме. Но объем кокпита был небольшой, и поэтому эта лодка долго не выпускалась. Следующей сверхлегкой рыболовной лодкой стала пушка. Почему она пушка? А по нескольким причинам. Потому что она ПУ-полиуретановая, потому что она пушинка, очень легкая, и потому что лодка-то пушка вышла, классная лодка получилась. Фактически передняя часть это корпус от Л-3ТТ, а задняя часть просто обычная традиционная. Баллоны переходят в конусы, стоит транец, снизу надувное днище, получилась плоскодонная, легенькая лодка. В размере 330 она весит всего 11 килограммов, а в размере 380 она весит 13 килограммов. Это самая легкая, моторная лодка размером 380. Вы только представьте, 13 килограммов всего. И это лодка, которую двухлошадная Ямашка вытащила на глис. Просто уникально. Конечно, такая сверхлегкость, она накладывает и определенные ограничения. Как бы хорошо снизу не были защищены баллоны с помощью специальных лент, все-таки ТПУ-ткань, она более тонкая и более нежная к каким-то протыкающим повреждениям. Поэтому с этой лодкой надо обращаться немного осторожнее, чем со стандартными надувными лодками из ПВХ. Далее. Очень важно соблюдать нужное давление. ТПУ-ткань не любит, когда давление в баллонах слишком высокое. Поэтому рабочее давление лодки-пушка всего 0,15 атмосферы. Это очень важно соблюдать. Но при аккуратном применении лодка, конечно, прекрасная. Дополнительная надежность заключается в том, что в ней сразу 4 отсека. Это 3 отсека в основном баллоне и надувное донышко. А даже только одно надувное донышко спокойно удержит человека, даже если всех баллонов не будет. Еще очень интересная лодка-бомбер. Это традиционная по форме лодка, сделанная из ПВХ. Но интересного в ней то, что надувное днище в нем вкладное. Это отдельный элемент, сделанный из двухстенной ткани, или как его называют, из эрдека, который вставляется при надувании в лодку и там распирается баллонами. Это дает возможность разбить весь комплект. То есть сам баллон, он весит с трансом примерно 21 килограмм. Еще где-то 8 килограммов вот это вкладное донышко. То есть удобно это носить, не перегружая спину. Ну и по ходовым характеристикам лодка вполне неплохая. Она не супер-супер-супер, конечно, крутая, но так идет. Идеальный мотор под нее это 9,8 лошадиных сил. Далее это мой любимчик, но, к сожалению, практически уже не выпускающийся. Если выпускающийся, то только за очень большие деньги. Это лодка Гром. Пневмокаркасная лодка Гром. Она очень сложная в производстве, и поэтому ее никто не любит у нас делать, и поэтому ее мы тихенько-тихенько сняли с продажи, но, тем не менее, ее, в принципе, можно заказать. Она по своим пользовательским характеристикам, конечно, уникальная, великолепная. Мне она очень-очень нравится. Почему? Потому что в ней очень-очень широкий кокпит при достаточно небольших размерах. Чем это достигнуто? А тем, что у нее идет двойной баллон. Вот идет нижняя часть, а сверху, на расстоянии 15 сантиметров, идет верхняя часть. Каждая из вот этих частей имеет диаметр 30 сантиметров. Они там сложным образом, через сложный транец соединены, и получается то, что ширина борта достаточно небольшая, 30 сантиметров всего, а внутреннее пространство там, ой, больше метра. И лодочка длиной 350 имеет вместительность, как какая-нибудь традиционная лодка, там, длиной 4,20. И при этом она не тяжелая, а между вот этими баллонами, в этих самых нишах, можно там много что хранить. Как дополнительную опцию, можно их вообще заделать так, чтобы там были такие карманы на молнии. Вместительность ее великолепная, особенно, когда надо очень-очень много всего на несколько дней перевезти. В эти ниши всего-всего-всего положил, в кокпите пусто, удобно, и рыбачить удобно, никакого завала нет, просто лодка идеальная для того, чтобы в какие-то такие рыболовно-экспедиционные походы идти. Вот это, наверное, самое лучшее ее применение. Посмотрите, называется Гром. Была выпущена в двух модификациях, это обычный вот Гром и Гром Эва. Гром Эва имеет более такие продвинутые формы, и более скоростная. Ходовые характеристики у лодки великолепные вчетвером, на пятнашке, на глиса, о, пулей. Борт 70 сантиметров, любую волну проходит, просто идеально, невозможно забрызгать, залить. Но, повторю, мы ее выпускать не любим, официально она у нас с продаж снята, по этой самой причине, но если вам она очень нужна, то вы нашим менеджерам сообщите, что вот Гром хочу. Может быть, все получится. Про замечательные каботы Уран, я, наверное, все-таки буду говорить отдельно, поскольку лодка, она больше экспедиционная, чем рыболовная. А вот про что расскажу, это про Джон Ботт. Совершенно уникальная лодка, сделанная из аэрдека целиком. То есть, это из того материала, из которого делают сапы. Что это дало? Это дало возможность сделать надувную лодку, которая по внутреннему объему, примерно как жесткий корпус. Потому что там нету этих пухлых, круглых цилиндрических бортов, как в традиционных надувных лодках. Там плоское днище из аэрдека и два плоских борта. Все. Пространство внутри огромное, просто вот гигантское пространство свободное. Сама лодка выглядит красиво, как маленький катерочек. Скорость. Я на нем поставил рекорд скорости под своим вот любимым моторчиком. Там скорость была подо мной 44 км в час на 10-м винте, если вам это о чем-то скажет. На Громе я больше 42 не поехал. На многочисленных лодках других производителей, на которых я катался с этим же самым мотором, скорость была от 32 до 39. Быстрее у меня ничего не ехало. А вот Джон Бот из-за своей абсолютно ровной днищевой поверхности, он, конечно, скользит прекрасно. Для того, чтобы радикально улучшить курсовую устойчивость плоскодонной лодки, мы поставили подряд два плавника, и это дало возможность просто вот на пятке разворачиваться. Там ощущение, как на килеватой лодке. Там никаких нет проблем с управляемостью, с маневрированием. Вообще все очень хорошо. То есть лодка и быстрая, и очень такая маневренная получилась, и вместительная настолько, что вот невозможно себе представить надувную лодку таких размеров и такой вместительности. Ну и она очень красивая. Да, цена кусается. И это потому, что сам материал аэрдек, он дорогой. Его уходит на эту лодку немало, так что выводы делайте, но лодка того стоит. Про применение надувного дракона в рыболовных целях я, пожалуй, говорить не буду, хотя мне это приходилось делать. И это было на самом деле достаточно забавно. Но это стоило того, хотя бы потому, что внимание всех-всех на берегу и на других лодках было приковано к этому самому дракону, и все-таки приятно было находиться в центре внимания. Так что, если вам мало ли нужен рыболовный дракон, это тоже к нам. Про каботы Уран и байтботы я говорить не буду. Это прежде всего более экспедиционные лодки, чем рыболовные, однако установить на них спиннингодержатели и какие-то специальные сидения и рыбачить с них вполне-вполне можно. Так что, если вы уверены в том, что вам нужна достаточно узкая моторная лодка, этот вариант вы тоже можете рассмотреть. Но об этом я лучше расскажу в специальном репортаже про моторные лодки. Я думаю, что вы узнали о наших рыболовных лодках немножко побольше, поэтому сейчас самое время немножечко подумать и заказать у нас хорошую рыболовную лодку. Обращайтесь к нашим менеджерам. Также скачивайте, устанавливайте наше приложение TimeTrial, заходите в наш клуб в Телеграме, там, кстати, рыболовы могут поймать очень-очень серьезную скидку на нашу продукцию. А с вами был Андрей Сонар, всем пока! Пока!